Следующая тема – это типы размещений и номеров, с которыми вы можете столкнуться. Эту тему условно можно разделить на две части. Первая – это здания, а вторая – это номера. Первая часть – здания. Аббревиатуру звучат следующим образом. М.Б. Мейнбилдинг – это основное здание. Второй вариант может быть HV – Holiday Village. Это отель, который представляет из собой комплекс бунгало. И бывают первые и вторые категории. Это означает более простые бунгало и более навороченные. Следующий – это BG – бунгало. Бунгало отличается обычно от варианта Village тем, что Village – это домик, который содержит в себе несколько номеров. А бунгало обычно содержит в себе один, максимум два номера. Они приблизительно так различаются. Но, опять же, каждый отель, исходя из того, как он построен, может назвать несколько своих различных зданий. Одни назвать бунгало, потому что они ближе к пляжу. А другие назвать коттеджами или Village категории, потому что они дальше от моря. То есть, в каждом отеле есть свои нюансы. Но, в любом случае, если есть обозначение BG или есть обозначение HV, то это означает, что там, на территории отеля, есть вот такие отдельные домики. Следующее – это шале. Шале – это пристройка к основному зданию. Обычно это такое крыло, в котором либо номера повышенной комфортности, либо оно сделано так, что при стандартных номерах открывается новый вид. Допустим, на сад, Garden View, так называемый, или Sea View открывается. То есть, вид на море с другой точки. Следующее – это кабана. Обозначает, что есть постройка прямо на пляже. И зачастую они оборудованы именно как отдельно стоящая спальня. Вот такие очень интересные домики распространены. Обычно это в странах, там, где экзотический отдых, то есть, удаленные от традиционных маршрутов – Египет, Турция, Греция и так далее. Вот. Следующее понятное, наверное, нам название – это коттедж. Да, коттеджная постройка – это крупное здание, бывает рассчитанное только на одну семью, ее обычно еще называют вилла, вот. А бывает рассчитанное на поселение в нескольких номерах, ее еще периодически называют бунгало, да. Но в любом случае коттеджная постройка – это более основательная по сути своей, чем бунгало. Бунгало – они очень тонкие, звонкие и прозрачные. Следующее – это Экзекьютив Флор. Внутри здания – это уже не к зданию относится, но еще не к номерам. То есть, это отдельный этаж, в которых либо номера улучшенной планировки, либо на этом этаже оказывается более высокий уровень услуг. Вот. Экзекьютив Флор называется вот такой вот вариант, скажем, особого формата внутри здания, либо внутри комплекса гостиничного. Вот. Это по, собственно, по зданиям мы прошлись. Еще существует множество аббревиатур, но эти самые распространенные. То есть, 99% случаев используются эти аббревиатуры. Следующее – это то, что касается типов номеров. Потому что, допустим, если мы берем стандартный отель, он может быть, допустим, одно здание, тогда у нас будет МБ, или вообще никакой аббревиатуры не будет, просто отель состоит из одного здания. И в нем может быть 3-4 варианта номеров. Точно так же может быть в коттеджах, то есть, или в бунгало, которое находится разбросанным по территории. Там тоже может быть, даже в одном бунгало или в одном коттедже могут быть номера разных категорий. И как определить, какой номер вам предлагается в том или ином туре, смотрим на название. Итак, SGL – сингл. Это номер на одного человека. Но это тип размещения. То есть, номер при этом не меняется. Там просто будет стоять одна большая кровать, вот как сейчас вы видите на экране. Или там будет стоять твин-кровать, то есть, две кровати, стоящие рядом. Обычно это полуторки, то есть, очень комфортно для того, чтобы спать одному человеку. Вот этот тип размещения, вот эта кровать, которую вы видите сейчас на своих экранах, называется king size. И поэтому менеджер всегда может написать, в зависимости от ваших пожеланий. Бывают даже пары, которые живут много лет вместе, они предпочитают спать на раздельных кроватях и друг к другу приходить в гости. А бывают варианты, что даже, допустим, две девушки едут вместе, у них нет никаких взаимоотношений друг с другом, но они предпочитают кровать king size, то есть, одну кровать на двоих. Вот такие особенности, но отношение к номеру это не имеет. То есть, сингл – это одноместное размещение. Тип номера при этом может быть совершенно разный. ДБЛ или дабл – это тип размещения, когда подразумевается, что там двое человек живут. И, опять же, размещение кровать-то может быть либо односпальная, большая, либо двуспальные две кровати. ТРПЛ – следующее обозначение. Это означает трипл номер, трехместное размещение. Это может быть либо две кровати плюс дополнительная кровать или диван. И второй вариант – это одна кровать king size и дополнительная кровать. Зачастую есть такое понятие, как family room, специально сделанный для размещения трипл. То есть, двое человек живут в одной комнате и ребенок живет в другой комнате. Обычно семейные номера, они двухкомнатные. Следующее обозначение – это квадро. То есть, размещение четырех человек, четырехместный номер. Вот, допустим, гостиница Джакарандо, в которую мы периодически ездим, это CD. Там как раз вот номера на семейные, они как раз рассчитаны на размещение четырех человек. То есть, там четыре стационарных кровати или одна кровать king size большая и две кровати для детей. Вот. Следующим может быть номер написано, допустим, DBL плюс extra bed. Это означает, что номер рассчитан на двоих человек, но туда доставляется дополнительная кровать. Вот тут есть такой тонкий нюанс. Допустим, если это family room указано, тогда ожидайте, что это двух, две комнаты, в которой есть две, три или четыре стационарных кровати. А если указано EXB, то есть extra bed, то вероятнее всего, что это будет дополнительная кровать, которую доносят. И они обычно короче, они метр шестьдесят. При этом стационарные кровати обычно метр восемьдесят. И если у вас ребенок-подросток высокий, то ему на метр шестьдесят может быть некомфортно. Поэтому обращайте внимание. Следующее, если указано, допустим, DBL плюс CLD, это значит стоимость указана при размещении в номере двое взрослых и ребенок. И многие гостиницы при таком размещении стоимость указывает на ребенка гораздо ниже, чем если бы это был взрослый. Поэтому, допустим, трипл номер и DBL плюс CLD по сути своей означает приблизительно одинаковое. Там три человека и там три человека. Но стоимость будет отличаться процентов на 30. Почему? Потому что в первом случае подразумевается, что это трое взрослых, а во втором случае очень четко ограничено, что третьим взрослый быть не может. Может быть только ребенок, то есть это возрастом в разных отелях до 14 или до 16 или до 18 лет. И стоимость, соответственно, третьего места с включенным питанием ниже процентов на 50, чем если бы это был взрослый. Поэтому если вы семейная пара с ребенком, то лучше подбирать типы размещения DBL плюс CHILD. Следующий вариант BO. Мы говорили это в предыдущем рассказе. Посмотрите его на канале. Это BAT ONLY. Следующее размещение, на которое стоит обратить внимание всегда, когда вы подбираете тур. Обычно это самые дешевые предложения. И там тип размещения написано три буквы R, O и H. ROH. Это размещение на усмотрение отеля. Что в этом случае делать? Вам необходимо посмотреть стандартный номер, как он выглядит и где они находятся на территории отеля. Посмотреть номера улучшенной планировки и где они находятся на территории отеля. То есть, когда вы приезжаете, отель сам выбирает, куда именно вас поселить. Обычно селят в номера стандартной или повышенной категории. Но, понятно, не дают самые топовые номера. То есть, президентский люкс вам не светит в этом варианте. Но, с другой стороны, стараются не поселять в номера самые-самые простые с не лучшим видом. То есть, выбираются обычно самые ходовые номера, если вот они уже закончились, то тогда отель может вам предложить какой-то самый простой номер. Так, это мы проговорили о типах номеров. Следующее – это классификация. Классификация номеров. То есть, если у вас, допустим, дабл номер, он может быть разных классов. То есть, номер на двоих может быть, допустим, формата стандарт. СТД. То есть, стандартный номер просто на двоих человек. Может быть, бедрум. То есть, это двухкомнатный номер. Обозначается он БДР. Вот. И там есть отдельно спальня, а отдельно гостиная. Вот. Следующий тип номера – это может быть дабл супериор. То есть, номер на двоих повышенного качества. То есть, это большего размера. Может быть, лучше мебель, дополнительная какая-то мебель. То есть, допустим, в стандартах может не быть стола, а в супериорах уже будет комфортабельный стул со стульями, за которым можно присесть, не знаю, покушать. Ну, все, что вам захочется. Следующее обозначение – это специальные комнаты. Допустим, может быть, корнер. То есть, это угловая комната. Или студию – это обычно открытый такой светлый номер с кухонькой. Это вот типы номеров. Следующее – это family room, о которой я уже говорил несколько раз. Это номер для семьи с двумя смежными комнатами. И еще может быть написано, что, допустим, connected rooms. Что это означает? Это означает два номера, которые находятся рядом, и у них общая дверь. Чем лучше вариант, допустим, connected room и family room? Connected room более интересен тем, что у вас появляется как минимум два туалета и два ванны, которые вы не будете делить друг с другом. В family room обычно туалет и ванна одна. И вам придется в четвером утром как-то распределять свои потребности. Следующее – это family studio. Это номер для семьи с двумя смежными комнатами, и в которой, вероятно, есть, вероятнее всего, есть еще маленькая кухонька. Но знайте, что кухоньки в этом случае это микроволновка, это стол и минимальный набор посуды, ножи, тарелки, не более. Вот. Следующее – это extra bed. Мы уже об этом говорили. Это дополнительная кровать, которая в номере не находится стационарно, она обычно меньше. Так, следующее – suit. Тип номера suit означает, что он, во-первых, будет больше, чем стандартный. Вернее всего, там будет гостиная и спальня, то есть две комнаты. И там будет мебель и оборудование более высокого качества. То есть это плазменный экран, если мы говорим про телевизор, это несколько телефонов, в том числе телефон в ванной, ну и так далее. Вот. Suit mini – это чуть больше, чем стандарт. Да, то есть это такой легкий вариант suit. Junior suit – это двухместный однокомнатный номер большего размера. Вот. Deluxe номер, вообще везде, где приставка есть Deluxe, это означает, что номер категории, ну допустим, стандарт Deluxe или Superior Deluxe, это означает, что там оборудование на порядок выше, чем в обычных Супериорах. мебель гораздо лучше, техника гораздо лучше, может быть дополнительно установлена там какая-то сушилка для обуви, ну, то есть наворачивают номера, как хотят. Вот. Executive suit или suit senior – это номер практически премиум категории, уже рассчитанный на более требовательных посетителей, повышенная комфортность, обычно состоит из двух и большего количества комнат. Следующий тип размещения это бизнес. Бизнес подразумевает номер какой-то категории, это может быть стандарт бизнес, это может быть супериор бизнес, это может быть junior suit бизнес. эта приставка означает, что у вас будет компьютер, удобный стол, может быть факс, для того, чтобы вы могли еще и поработать, извините. Вот. вот такой тип номера. Следующий сладкий honeymoon номер. Это номер специально сделанный под молодоженов. Что это означает? Это может быть кровать с балдахином, это может быть двойное джакузи, когда вы можете находиться в джакузи вдвоем и так далее. То есть специально сделанное так, чтобы молодожены могли насладиться друг другом в этом номере. следующее это duplex. Когда вы видите приставку duplex, это означает, что это двухэтажный номер. Вот. И следующее это apartment. Apartment это номера, ну, похожие на квартиры. То есть там есть и кухонька, и спальные места, и гостиная и так далее. То есть это максимально сделанный либо это studio apartment, то есть большая комната, в которой зонально вот разделено все, что я сказал. или, соответственно, вариант, когда это в разных комнатах. Отдельно гостиная, отдельно спальня и может быть даже отдельно небольшая кухонька. Следующая высшая категория это президентские. Обычно президентские люксы. самые роскошные номера, которые включают в себя несколько спален, кабинет, два-три туалета, гостиная, прихожая. то есть это здорово и здорово. То есть некоторые президентские люксы, сьют и занимают целый этаж. Вот такая вот роскошь. Ну, и последняя аббревиатура, которую я хотел сказать, это balcony, no balcony, french balcony. balcony. В чем разница этих трех аббревиатур? Balcony непонятно, это балкон. Может быть это еще терраса написано, то есть это когда если на первом этаже ты вообще выходишь на улицу, то есть у тебя есть кусочек территории возле двери, то есть это либо мраморный пол, либо чем-то покрытый, то есть там стоят стульчики, очень удобно посидеть, посмотреть на окружающую природу, а потом начинается трапка. Либо терраса на втором этаже, это очень широкая площадка, обычно там 3 на 2 метра, где стоит стол, стулья и так далее. Balcony это понятно балкончик, то есть это может быть лоджия или балкон, на котором помещается 1-2 стула, ну и маленький маленький столик, вот, в максимальном размере. Следующий идет French или French balcony. такая вот штучка, которая шириной где-то сантиметров 50, вот такой маленький маленький балкончик. Когда ты открываешь дверь, выходишь закрыл, ты можешь покурить и в номер не несет. Вот приблизительно для этих функций он служит. И последнее No balcony, говорит само за себя, это нет балкона. Вот такие аббревиатуры по размещению, то есть по зданиям, по номерам и по типам номеров, то есть типа номеров и типа оборудования номеров, которые могут быть.